Дорогие друзья, очень рада всех приветствовать, всех, кто дошел в этот мрачный ноябрьский вечер сюда, и всех, кто смотрит трансляцию. И спасибо большое организаторам и премии-просветителей Курилке Гутенберга. И сегодня, как сказал Роман, моя лекция будет посвящена одному единственному сюжету «Версавия и Давид». И я выбрала эту тему, потому что это вообще-то очень актуальная история до сих пор. И она на протяжении веков была актуальной. И каждая эпоха, каждое поколение находило в этой сущности уже очень архаичной истории, что-то для себя важное и нужное. И сейчас, как мне кажется, на наших глазах, в принципе, рождается какой-то новый формат отношений между мужчинами и женщинами, между людьми вообще. И внезапно вот эта история «Версавия и Давида» оказывается, что она рассказывает о том, что и сейчас волнует людей. И, собственно говоря, я понимаю, что эту историю, конечно, все более-менее себе представляют, но я все-таки хочу начать с того, что напомню, о чем же говорится в этом сюжете. Эта история рассказывается во второй книге «Царств» в 11 и 12 главах. И я не буду ее пересказывать, я просто начну с того, что прочитаю библейский текст, потому что лучше и лаконичнее все равно об этом рассказать невозможно. Речь идет о периоде в царствовании Давида, когда израильтяне сражались с аманитянами. И вот, значит, его воска осадили Равву, а Давид же оставался в Иерусалиме. И однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и видел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урия Хиттиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделалась беременной, послала извести Давида, говоря, я беременна. И послал Давид сказать Иоаву, это его доверенное лицо. «Пришли ко мне Урия Хиттиянина, который в это время был на войне. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид и о положении Иоавы, и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Урия, иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушание. Но Урия спал в ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урия, вот ты пришел с дороги, а чего же не пошел ты в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою. Клянусь твоей жизнью, жизнью души твоей этого я не сделаю. И сказал Давиду Урия, останься здесь на этот день, а завтра я отпущу тебя. А поутру Давид написал письмок Иавы и послал его с Урии. В письме он написал так, поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. И, собственно говоря, дальше рассказывается о ходе сражения, и действительно Урия умер. И затем, когда умер Урия, то Давид взял ее к себе в жены. И на этом история в этой главе заканчивается. На самом деле у нее есть небольшое продолжение, но об этом мы поговорим попозже. В следующей главе об этом говорится. Ну вот что рассказывается в этой... Такая некрасивая история. Сначала Давид просто силой берет женщину, жену своего подданного. Она беременет, и дальше он пытается как-то спасти положение, выйти незапятнанным. Зовет Урию. Ясно, с какой целью, чтобы Урия вошел к жене своей, спал с ней, и потом думал, что это его ребенок. Но это ему не удается, потому что Урия, вот у него свои представления о том, что можно делать, а что нельзя делать, когда идет война. И тогда он довершает вот эти вот свои прелюбодеяния и обман еще и убийством. Потому что он, значит, прямо указывает своему военачальнику, чтобы тот поставил Урию на место, где будет самое сильное сражение, чтобы ему не помогали. История очень неприятная. Надо сказать, что я впервые услышала, вернее, прочитала эту историю не в Библии. Семья у меня была совершенно нерелигиозная. А в романе Агата Кристи «Десять негритят». Там, если помните, был персонаж, кажется, отставной судья, который собрал преступников, оправданных, но, как он знал, они настоящие преступники, на некоем острове и уничтожил их одного за другим. И вот среди этих преступников был как раз английский генерал, который одного из своих подчиненных, офицеров, послал вот на такую же смерть, так как в него была влюблена его жена. И про него говорилось в тексте, что, в общем, потом никто ничего не заподозрил, он вел хорошую жизнь, ходил в церковь, только один раз в году он не ходил в церковь, когда читали отрывок про Урию и Хиттиянина. И я помню, что тогда вот это вот как-то меня задело, я думаю, кто же такое это Турия, что это за история. И потом как-то я про нее узнала. И в принципе мы видим, да, вот рассказ, что на самом деле большая часть истории, она не про Версавию и Давида, она про Давида и Урию, как он обманул Урию, как он послал его на смерть. Но текст – это одно, а изображение – это совершенно другое. Потому как бы считается, да, что художник иллюстрирует текст писания, иллюстрирует текст Ветхого Завета. В самом деле, конечно, весь текст художник редко когда может проиллюстрировать, даже если это какие-то последовательные циклы изображений, да, как в церкви или циклы миниатюр в рукописи, все равно все, что из текста художник изобразить не может, да и не хочет. Ему нужно изобразить самое важное. То, что он сам считает важным, или то, что считает важным заказчик, или то, что считает важным, скажем, богослов-консультант. И, кроме того, есть еще соображение того, что будет выглядеть эффектно, а что не будет. И получилось так, что вот в этой истории, которую мы сейчас выслушали, самое важное про Урию изображается реже всего. А чаще всего изображается то, что можно назвать поворотной точкой в истории событий, своего рода точкой невозврата, то, с чего все началось, а именно тот момент, когда царь Рядовид увидел купающуюся Версавию, да, и увидел, как она красива. Вот этот момент, без него ничего бы не было, да, вот он ее увидел, и дальше все завертелось, все понеслось, привело к совершенной такой вот этой серии грехов мрачных. И вот этот момент чаще всего изображается, когда дело доходит до иллюстрации ветхозаветной истории. И вот, например, то, что вы видите, да, на этом первом слайде, это начало истории всей этой Давида и Версавии с так называемой псалтири королевы Мэри. Она написана на французском языке, и здесь идет подпись, это как бы начало, и своего рода заголовок о том, как царь Давид увидел Версавию, жену Урии, и она ему понравилась, и он совершил прелюбодеяние. И здесь вот они изображены в двух, как бы, своих жилищах. Он в своем дворце, она в своем дворце, и между ними как будто бы свершается некий диалог. Но это редкое изображение. Чаще всего, как ни странно, и раньше всего, вот это событие, когда царь Давид смотрит на Версавию, видит, как она красиво изображалась в таком странном виде, а именно Версавия моет ноги. Что у нас сказано в библейском тексте? У нас говорится, он увидел с кровли купающуюся женщину. И чаще всего вот это вот с кровли изображалось средневековыми художниками, более поздними художниками в виде балкончика. Не то, что он на крыше прогулится, а вот он на балкончике, он вышел на балкончик и видит где-то в неуказанном месте, не указано, где она купается, и дальше, значит, художнику свобода. И как она купается, тоже непонятно. И вот этот вот тип, когда, собственно говоря, она моет или сама ноги, или с помощью служанки, он самый ранний, он начиная с IX века изображается таким образом, причем она может мыть ноги и в таком тазике, как мы видели, и в потоке. Здесь очень забавно, кстати, изображено, вы видите, как средневековый художник поделил то, что происходит. А слева мы видим, что вот стоит эта Версавия, а справа уже никакой кровли нет, а просто такая колонна, в которой проделана дырка. И в эту дырку выглядывает Давид из своего дворца. И дальше продолжается пространство дворца, но при этом, значит, уже как бы и взгляд наш движется дальше, слева направо, и мы видим прелюбодеяние, собственно говоря, то есть вот молодого царя Давида с Версавией в одной постели. Вот, то есть идет некоторая последовательность событий. И вот это вот изображение, где она моет только ноги, а в остальном она одета совершенно прилично, вот выглядит как женщина, замужняя, обычная, она сохраняется где-то вплоть до XVI века. Иногда, значит, она более роскошно одета, иногда у нее больше служанок, иногда меньше. И вот, например, у Лукаса Кранаха-старшего выглядит это так, что есть замок, там на балконе Давид, да еще не один, а со слугами, а внизу Версавия, которая одета по моде саксонского двора того времени с огромным количеством прислужниц, и вот она также моет ноги, как все те персонажи XII-XIII веков, которых мы видели. И на самом деле, кажется, с чего бы вообще это все взялось, и почему это так было устойчиво на протяжении веков, почему она моет именно ноги. На самом деле, это очень интересный момент, потому что он связан с тем, что когда средневековые христианские богословы читали Ветхий Завет, то они придерживались его истолкования принципа типологии. То есть, они понимали так, что в буквальном смысле читают вот эти истории, которые записаны в Ветхом Завете, только простецы. Человек, если он серьезно занимается богословием, он должен видеть символический смысл и анагогический. То есть, он должен понимать, что все персонажи и все события в Ветхом Завете, они еще и символизируют что-то, что произойдет в будущем, что уже произошло с точки зрения христиан, то есть, какие-то события из жизни Христа и первого христиан, и то, что еще дальше произойдет в момент второго пришествия Христа. И с этой точки зрения многие персонажи Ветхого Завета, они являются собой прообразы Христа и прообразы каких-то событий, которые описываются уже в Новом Завете. И что же они говорили про Версавию и Давида? В их истолкованиях первым это истолкование предложил Амврозий Медиаланский в V веке и Августин, его ученик, известный у нас как Августин Блаженный, а на Заводе как Святой Августин. Ему тоже как бы сделал это мнение особо популярным, так как его книги потом читались. Так вот, Амврозий Медиаланский, он говорил так, что не стоит вообще это читать как историю о прелюбодеянии. А надо понимать, что Давид здесь обозначает Христа, а Версавия обозначает Церковь. И Христос видит, как Церковь прекрасна и хочет быть с ней. Вот как надо понимать эту историю. Хорошо, но про ноги Амврозий Медиаланский ничего не говорит. Откуда же эти ноги здесь взялись? Почему они такую важную роль играют? Скорее всего, это связано с тем, что, как мы помним, Христос омыл ноги апостолам. И сделал он это. Описывается этот сюжет только в одном из четырех Евангелий, в Евангелии от Иоанна. Во всех остальных Евангелиях описывается установление Тайной Вечери. А в одном Евангелии вместо этого рассказывается, как он омывает ноги апостолам. И вот это вот омовение ног апостолам, оно понималось тоже, как один из моментов, когда была установлена Церковь. И вот, как бы совместив в уме эти события, что если это Христос и Церковь, а Версавия моется, а как она должна мыться, если она Церковь, то значит, это вот должно происходить так, как будто она моет ноги, ей кто-то моет ноги чаще всего, так же, как Христос мыл ноги Церкви. То есть вот этот вот сюжет, самый ранний его иконографический тип, его нужно понимать очень отвлеченно на самом деле. Здесь вот речь не идет об этих сильных чувствах, о какой-то похоти царя Давида к Версавии, но речь идет о божественном. И многие вот из этих манускриптов, которые мы видели, они предназначались для использования монахами, клириками. То есть людьми, которые могли это понять и могли, глядя на эти изображения, как-то обогатить свое символическое понимание и текста. Но при этом вот это вот высокое понимание, оно постепенно теряет с течением Средневековья, теряет свою распространенность. И вот то, что мы видим, вот это изображение Лукаса Каранаха Старшего, это уже скорее редкость в XVI веке, потому что начиная с XV века распространяется совсем другой тип. Вот он выглядит чаще всего примерно так. И вы видите подпись, что это миниатюры из часослова. Это не случайно. Большинство миниатюр, которые изображают Версавию и Давида, позднее средневековых, они находятся именно в часословах. Что такое часослов, я думаю, все знают. Это рукопись, в которой содержатся молитвы, которые читаются в течение дня, в течение особенной молитвы на праздники, особенной молитвы на будни. И эти часословы, они предназначались уже не для монахов, они предназначались уже для светских людей, для тех, конечно, кто мог себе это позволить, то есть для людей богатых, для аристократов, но и для купцов, из тех, что принадлежали к таким уже более зажиточным слоям населения. И вообще часослов – это самая богато украшенная миниатюрами рукопись средних веков. Так вот, почти в каждом часослове 15 века обязательно есть Версавия и Давид. Там вообще много сцен, связанных с жизнью Давида, потому что там много псалмов. А псалмы, естественно, считалось, что автор их – сам царь Давид. Поэтому там есть и Давид, который играет на арфе, то есть Давид – псалмопевец, есть и Давид, убивающий Голиафа. То есть есть какие-то позитивные события из жизни Давида, но есть и события из жизни Давида, которые рисуют его не в очень красивом таком духе. Это вообще одно из таких удивительных, один из таких удивительных моментов библейских, что царь Давид рисуется как человек с какими-то своими слабостями, страстями. Он рисуется как какой-то... И тем самым он приближен и к зрителю, и к читателю. Вот здесь мы видим, да, что Версавия, она теряет свою пристойность. Она становится обнаженной. Ну, правда, вода обычно скрывает половину ее тела, но тем не менее. И она купается в таком фонтанчике, в то время как Давид, он может или стоять на балкончике, или как здесь, он стоит и играет на арфе рядом с ней. Кстати, обратите внимание, здесь очень красивый орнамент у этого часослова, оформлен в виде ракушек. Эти ракушки – это символ паломничества Сантьяго де Компостело. Паломники прикрепляли такие ракушки к шляпе, когда шли туда или как-то возвращались, чтобы было видно, что они не просто путешествуют по своим делам, но совершают религиозное путешествие. Ну, этот орнамент, он не имеет никакого отношения к главной сцене. Очень часто так бывает, да, что орнамент говорит об одном, главные миниатюры о другом. Здесь мы видим такое вот сочетание темы Давида-псалмопевца и темы греха Давида. Так, ладно, сейчас я перейду к следующей, скажу тогда пару слов еще, что вот подобные изображения, они, очень интересно, они свидетельствуют о чем? От трех, от три аспекта можно выделить. Почему появляется теперь такой тип изображения, покупающийся в Версаве? Ну, во-первых, само развитие искусства идет по пути все большего интереса к изображению человека, к тому, как изображается человек объемно, как изображается обнаженная натура. Мы знаем, например, что в конце 15 века Дюрер делал какие-то эксперименты, оставаясь религиозным художником при этом. Нидерландские художники, итальянские тем более. То есть это все больше интересует, как изобразить человека. И обнаженная женская натура, естественно, тоже вызывает интерес. Так что это закономерно, во-первых, с точки зрения развития западноевропейского искусства как такового. Во-вторых, это интересно с точки зрения, скажем так, распространения античных сюжетов. Художники все чаще видят, то есть первые археологические находки, появляется интерес к этим произведениям искусства. Те, кто может, собирают их в своей коллекции, гравюры распространяются. И становится известен сюжет купания Венеры, который античный языческий сюжет, он начинает влиять на изображение ветхозаветного. В-третьих, тут есть исторический аспект. С исторической точки зрения, вот это изображение, оно более точно, конечно, чем изображение Версавии, купающей, моющей ноги. Потому что, что имеется в виду, что значит вот эта вот женщина, купающаяся женщина, почему она купается? Речь идет об древних евреях. Для иудаизма и тогда, и сейчас очень важна была для женщин заповедь в определенное время цикла совершать омовение, чтобы как бы смыть себя нечистоту. И сейчас в иудаизме существуют и в средние века существовали, и в древности существовали так называемые миквы, то есть ритуальные бассейны для омовений. И скорее всего, Версавия как раз совершала такое ритуальное омовение. Есть рукопись 15 века, еврейская, заметим, что это то же самое время, где изображено такое ритуальное омовение. И подобное омовение нужно было совершать, конечно, не в одежде. Нужно было раздеться полностью, нужно было снять все украшения, как бы все, остаться таким, такой, какой ты приходишь в этот мир. И распустить волосы, то есть вот здесь женщина совершает ритуальное омовение, наверху ее ждет муж. И возможно, что как бы вот этот интерес к реальности, к историческому, к тому, как это на самом деле происходило, тоже имел какое-то место. И, наконец, последний аспект, о котором нужно сказать в связи с этими изображениями, это аспект, скажем так, моральный. Вот тут еще очень любопытное изображение, где она, где он тоже играет на арфе, Давид, но уже сидит на троне рядом, а она не просто совершает омовение, но, в общем, как бы очень по-средневековому его совершает. То есть здесь так можно изучать с культурологической точки зрения, как все это выглядело. То есть вот эта деревянная такая лоханка, которая выстлана простыней изнутри, чтобы, значит, ни за что не зацепиться, не занозиться, и перед ней такой столик с едой. То есть можно было принимать ванну и закусывать. Существуют такие же изображения ванн, ну, бань, 15 века о французских. Вот, но... Так, сейчас вернусь. Вот сюда. Так вот, моральный аспект. Дело в том, что людей, в принципе, пристало волновать вот это толкование, где Версавия церковь, а Давид – Христос. Но их стала волновать эта история с морально-нравственной точки зрения. С точки зрения того, что совершается грех сладострастия. И не случайно вот на этой миниатюре это одна из цикла миниатюр, изображающая семь смертных грехов. Сладострасти – один из семисмертных грехов, да, скажем, вместе с гневом, вместе с завистью, вместе с убийством. То есть это один из тягчайших грехов, который может совершить человек. И эти грехи, они изображаются в виде каких-то вот аллегорий, да, фигурок, которые что-то олицетворяют. И сладострастия изображаются как женщина, которая едет верхом на козле. Козел считался очень похотливым животным. В одной руке у нее стрелы, это как стрелы Купидона, да, которым ранит сердце, а в другой руке у нее зеркало, в которое она смотрится. И она подписана, люксур, сладострастия. Но при этом две маленькие фигурки, которые мы видим наверху, вот и вот, это, собственно, Давид и моющаяся Версавия. То есть Давид и Версавия, они становятся такими примерами сладострастия тех, кто совершает этот грех. При этом чисто визуально, да, вот, например, на этой миниатюре чисто визуально с центром внимания становится Версавия в этих миниатюрах. Давид, он или на заднем плане вообще где-нибудь далеко на балконе, либо он гораздо меньше ростом, ну и в любом случае он как бы не изображается в центре, где-то он не привлекает столько внимания. И получается так, что, глядя на эту миниатюру, у людей возникает непосредственное впечатление того, что виновата прежде всего Версавия, а не Давид. Хотя на самом деле в тексте это никак не проговаривается. В тексте нигде не говорится, что она там совершает что-то плохое, вообще, что она что-то делает, она просто купается. А Давид увидел, послал разведать и послал слуг взять ее. То есть, как бы она совершенно пассивная жертва, на самом деле, судя по тексту. Но у художников в силу разных причин она превращается в такого активного агента совершения этого греха. Вот на этой миниатюре это очень хорошо видно. Что у нас здесь происходит? Вот она, эта Версавия, очень соблазнительная такая женщина, показанная в профиль. Вот ее служанки, вот царь Давид, вот слуга, которую он посылает. И вот это вот выражение лица Версавии, то, что она развернута по отношению Давида, вот как бы общая вот эта вот соблазнительность, она подталкивает зрителей к мысли, что на самом деле грех лежит на женщине. а не на мужчине. В каком-то смысле, да, вот мы сейчас популярное слово харассмент у нас есть, да, то есть как бы когда человек, который более высокий по своему статусу, по социальному положению, использует этот свой статус, социальное положение, чтобы принудить женщину к чему-то, какие-то нежелательные знаки внимания ей оказывает. В общем, эта история Версавии и Давида, она, в принципе, хорошо вписывается в это понятие. Потому что Версавия, конечно, не может ему отказать. Но, тем не менее, нигде не изображается то, что, в общем, эта Версавия как-то недовольна чем-то, а по большей части это совершенно такая какая-то женщина, которая, наоборот, проявляет желание согласиться на авансы царя Давида. И с течением времени, если мы переходим уже от Средневековья к искусству эпохи Возрождения и нового времени, эта тенденция все только усиливается и усиливается. Вот, например, на этой картине Яна Массиса сына более известного художника Квентина Массиса. Это середина XVI века. И мы видим, что царь Давид, в общем, он где-то далеко. Он совсем на заднем плане. Большая фигура Версавии занимает почти все пространство. К ней приходит в таком вот виде придворного, куртуазного с собакой вестника царя Давида. И вот она сидит, она вся украшена такой полупрозрачной вуалью, она в украшениях, и она внимательно слушает его полуполу улыбаясь. То есть мы можем сравнить на самом деле эти изображения с изображениями Сусанны и Старцев. Похожая история. Сусанна купается, старцы видят ее и вынуждают, вернее, они не вынуждают, они шантажируют ее, они хотят, чтобы она согласилась, иначе они на нее донесут ложно, но она не соглашается. Вот история Сусанны и Старцев, когда она изображается в то же самое время, она изображается совершенно по-другому. То есть Сусанна сопротивляется, на лице у нее написано отвращение, у Версавии это большая редкость. То есть практически всегда Версавия это такая уже изнеженная женщина в 17, 18, 19 веке, которая украшена прекрасными украшениями, которая окружена служанками, которые прислуживают ей. Вот здесь вот, то есть она сидит так развалясь, ей скучно, служанка ей вытирает ноги, тут роскошный таз, и вот там, значит, где-то опять далеко на заднем плане изображается царь Давид, который, как бы, естественно, глядя на нее, видит в ней непристойную какую-то женщину, нехорошую жену, но, как бы, что он может подумать, что она куртизанка. И, в общем-то, вот это вот представление о Версавии, оно продолжается вплоть до конца 19 века. Например, здесь, в известной картине Карла Брилова, царь Давид вообще отсутствует. Ну, как бы, зачем? вот он здесь во время ни при чем, да, то есть она сама во всем виновата. Вот. Или здесь, в картине Жанна Леона, Жерома из частного собрания, это вообще 1889 год, но тенденция, это продолжается, да, как мы видим, то есть опять вот эта роскошная женщина, на нее все внимание, она соблазнительная, она опасная, и, в общем-то, на самом деле, эта концепция, да, что женщина сама по себе опасна, поэтому ей нужно одеваться скромно, ей нужно вести себя скромно, она до сих пор существует, как бы, и довольно популярна. Вот, то есть, как бы, если совершается грех, то вина, прежде всего, на той женщине, которая, скажем, что-то не то надела, или наоборот, ничего не надела, совершая мовение. Вот, то есть, тут, как бы, вот эта вот тенденция, она вполне ясна, художественная. Иногда, конечно, вот эти вот сцены с Версавией, они используются для того, чтобы оживить пейзаж, например. Вот тут вот такой вот очень красивый пейзаж 16 века, такой правильный садик, здесь здание, здесь изгородь, вот это вот пергола, и, значит, она на переднем плане просто красивая сцена с обнаженной женщиной. Естественно, художник, как бы, было это интересно, рисовать приятно. Вот, или вот тут, вот, тут совсем, как бы, маленькую часть играет, вот, омовение Версавии. Царя Давида вообще, в принципе, не знаю, есть ли он где-то здесь, или нет, его не разглядеть в любом случае. Ясно, что здесь художника, прежде всего, интересует пейзаж, причем пейзаж такой античный, и Версавию, скажем, если бы не подпись, то легко спутать с какой-нибудь нимфой, да, то есть, вот эти вот сюжеты, они, как бы, начинают смыкаться. И бывает, действительно, так, что художник изображает, ему, на самом деле, интересно изобразить пейзаж, но нужно найти какой-то предлог, и он, значит, тут что-то вписывает, как здесь, некий сюжет в угол этого пейзажа. Вот. Вот. Но остается вопрос, остается, неужели никого, да, не интересовали чувства Версавии, на самом деле, из художников? Неужели вот она всегда так и остается просто таким воплощенным злом? Конечно, нет. Через какое-то время у многих художников как-то закономерно, да, опять же, проявляется интерес к какой-то борьбе, совершалась ли внутри нее борьба, происходило ли что-то, действительно ли она сразу приняла вот это вот предложение царя Давида или сомневалась? Обо всем этом в тексте нет, да, ни слова, не говорится ничего о Версавии. Мы еще вернемся к этому моменту, да, что она как бы остается такой молчаливой, молчаливым персонажем, и первое, единственное слово, которое она говорит, это когда она забеременела, она послала известить Давида, говоря, я беременна. Да, это все, больше о Версавии ничего не говорит в тексте, все остальное, говорят Давид и Урия между собой, мужские, так сказать, разговоры. И текст молчит о Версавии, он ничего не говорит. Художник волен комментировать это вот таким вот изобразительным образом, как ему угодно. Что и делает Рембрандт? Тут, наверное, вам плохо видно, по крайней мере, мне, вот отсюда, откуда я сижу, очень плохо видно, но здесь есть еще одна фигура. Видите, нет? Но если не видите, то представьте себе, здесь есть фигура, это прислужница, которая вытирает ей ноги, но она действительно как бы в тени в любом случае, а выделена светом здесь одна единственная фигура Версавии. Здесь нет никого, кто отвлекал бы от нее, что здесь происходит. Она получила письмо от царя Давида, вот, она держит в руке письмо. В тексте говорится, что послал просто слуг взять ее, но здесь она с письмом, и вот она его прочитала, и, соответственно, ей нужно что-то сделать, и Рембрандт ее изобразил вот в этот момент, когда она понимает, что теперь она должна или повиноваться, или не повиноваться, то есть какой-то поступок она должна совершить. И в том же, кстати, году, это 1654 год, и вот в том же году Вильям Дрозд, видимо, под влиянием этой картины Рембрандта, свою тоже версию такой же Версавии сделал. Это вообще французский художник, но он был в Голландии в это время, то есть он общался с Рембрандтом. И здесь тоже Версавия, она держит в руках письмо. Тут вот, наверное, не видно, но здесь красная печать, то есть даже лучше видно, что это письмо, она его распечатала, и теперь она смотрит, она как бы смотрит то ли внутрь себя, то ли на зрителя. Конечно, эти две картины, они совершенно неравноценны по художественному значению. Естественно, Рембрандтон передал как бы и женскую фигуру, и вот это вот выражение сомнений гораздо лучше, чем Дрозд. У Дрозд все более сглажено, все более такое красивое, все более даже соблазнительное на самом деле. То есть она с одной стороны пытается передать вот эти мучения, а с другой стороны немного соблазняет зрителя. Но тем не менее, интересно, что эта тема нравственного решения, она впервые возникает в 17 веке, в этом сюжете, в середине 17 века, благодаря Рембрандту, который не впервые, в принципе, обращается к теме Версавии. Вот тут вот, наверное, его первое обращение 1643 года. Здесь более традиционное, как мы видим, с одной стороны, да, то есть здесь есть и богатство, и прислужницы, но с другой стороны, здесь Версавия не такой просто объект наслаждения и не олицетворения сладострасти, но живой человек. То есть она смотрит на зрителя, она даже прикрывается как-то стыдливо, частично рукой. То есть она воспринимается как человек, то, чего не было на самом деле раньше. До того мы видели, что это или символ церкви, или такое вот воплощение опасности, исходящей от женщины. А здесь начинает появляться понимание того, что на самом деле Версавия такой же живой человек, как и все остальные. И может быть, на нее все-таки возлагается большая ответственность, чем на царя Давида, который вообще исчезает. Но тем не менее, уже одно вот это, понять, что это такой же человек, а не просто какой-то объект, это очень важный шаг вперед. Если я немножечко... А, вот еще покажу. И даже эта тема купающейся женщины Версавии, она переходит у Рембрандта и в область личного. И здесь он в облике Версавии изображает свою гражданскую жену Хендрике. То есть как бы бытовизирует этот сюжет, он из Ветхозаветного превращается во что-то повседневное, она изображает ее в простой рубашке, как она входит в воду, очень такой вот интимный и, в принципе, проникнутый любовью к этой женщине картина. Но если мы теперь вернемся чуть-чуть назад и посмотрим на две картины учителя Рембрандта, Питера Ластмана, то у него очень любопытная трактовка этого сюжета Версавии и Давида. У него две картины. Одна Версавия висит в Эрмитаже, другая Давид и Урия находятся в частной Лейденской коллекции. И сейчас на самом деле тот интересный момент, когда эти две картины обе находятся в Эрмитаже, потому что выставка Лейденской коллекции она переехала из Пушкинского музея в Москве в Санкт-Петербург. Как раз сейчас там проходит. Что можно поехать и сравнить вживую. На самом деле мы не знаем действительно ли они задумывались как парные, но скорее всего да. Они одного и того же года и они одних и тех же размеров. Просто про историю этих картин конкретную и про них мало что известно, поэтому это остается гипотезой. Но очень такой обоснованный. Так вот, интересно, что он развел эту историю на две картины. Одна часть истории это вот Давид, который на балконе смотрит на Версавию и здесь она как такая традиционная соблазнительница. Причем здесь даже есть Купидон, который целится из лука и здесь есть павлин. Павлин такой традиционный символ горда, тщеславной женщины. И изображается иногда такая вот лубка, не знаю, как назвать это, похоже на наши лубки. Есть такие западноевропейские популярные картинки, где изображаются разные гордые существа. И вот женщины и павлины, они обычно в связке, потому что они гордятся своей красотой, считаются, тщеславятся. И вот, значит, это Версавия, она такая в развязанной позе, опирается. И, в общем, понятно, это тот же вариант сюжета, вариант трактовки сюжета, как мы уже видели. Но к этой истории Ласман добавляет историю с Давидом Урии, то есть продолжение, к чему это приводит. Изображен тот момент, когда, извините, когда Давид, который сидит здесь на возвышении, он держит в руках письмо, и это то самое письмо, о котором мы читали в тексте, то есть то письмо, которое он дал Урии для передачи Иаву, начальнику этого, в письме там содержится смерть Урии, так говорится Иаву, что поставь его на самое опасное место и не помогай ему. И Урия, ничего не подозревающий, здесь стоит на одном колене, то есть он как бы прощается с царем, смотрит на него, царь на него не смотрит, на самом деле, если проследить за его траекторией взгляда, он слегка отводит взгляд. Здесь же, значит, собаки тоже не случайно, павлин там символ числа женского, а собаки символ верности. И Урия, он верен своему господину, верен своему царю, а Давид нарушает вот эту вот связку. И еще один персонаж здесь есть, мальчик, писец, который то ли знает о том, что был в письме, то ли не знает, но, скорее всего, знает, и он смотрит, как бы, отдаст ли Давид это письмо или не отдаст. И на самом деле, если сравните две картины, то будет видно, что Ластман изобразил две точки поворотные истории. Одна точка, когда Давид смотрит на Версавию и от него зависит, пошлет он слуг взять ее или нет. И все еще можно, так сказать, откатить обратно. И вторая точка, когда у Давида в руках письмо, и он может еще не отдать его Урии, не совершить грех убийства, но он отдаст. И Версавию он возьмет, и мы знаем, тем не менее, это такие вот два психологически напряженных момента. Ну, в принципе, я говорила, что история Урии, она довольно редко изображается в искусстве, но она все-таки изображается, есть прецеденты, в частности, один из прецедентов очень красивой Библии, это так называемая Библия Мациевского или Библия крестоносцев, которая была выполнена во Франции в середине XIII века, видимо, по заказу короля. Если вы, кстати, посмотрите, да, вот на страницу, то вы увидите, что здесь есть на арабском языке, а в некоторых местах еще на иврите надписи, потому что эта рукопись, она сменила много хозяев, и она попала и в руки персидского шаха, который попросил сделать комментарии, и в руки, значит, потом богатых евреев, которые тоже на иврите сделали комментарии, а потом в конце концов она оказалась в Нью-Йорке, библиотеке Пьерпанта Моргана. И вот она очень богато иллюстрирована, причем вы видите, что иллюстрации занимают большую часть, а подписи меньшую, то есть здесь как раз нужно было смотреть на картинку, а потом, значит, читать подписи. Это своего рода библия в картинках для короля. И здесь изображается история Давида очень подробно, вот наверху, с чего это начинается. То же самое, что мы видели на первом слайде, как бы два строения, условно, по средневековому изображены в одном строении Давид, в другом строении наверху Версавия и Служанка, причем она, значит, моется в такой лохане, и между ними посланник. Дальше изображены они в постели Давида Версавия, причем интересно, ну, не знаю, как назвать, но есть такой подвид ветхозаветных иллюстраций к Ветхому Завету, где изображаются, скажем так, постельные сцены, причем по тому, какие жесты делают персонажи, оказывается, можно определить, как бы считает ли художник, что здесь совершается насилие или не совершается. Вот если в такой сцене держат за запястье мужчина-женщина, то считается, что изображается насилие. Здесь такого нет, то есть как бы он ее не держит, обнимает просто, то есть здесь как бы подчеркивается, что она по своей воле пришла. Вот, и дальше он посылает за Урией, чтобы его привели на следующей странице, что происходит с Урией. Вот это очень любопытная миниатюра. Не знаю, ну, вы, наверное, догадались, что изображено, но она достаточно редко говорится, что Урия не пошел домой, он спал на пороге. Как это понимает средневековый художник? Он не понимает это буквально, что Урия лег на порог своего дома и спал. Он понимает это, что он как аристократ разбил свою палатку около дома. Роскошную, надо сказать, палатку со столом, значит, в общем, он там сидел и закусывал, но по-походному, но домой не пошел. Вот. И как бы после этого понятно, что уже оставалось. Вот вторая сцена, что он дает письмо царь Давид, и, наконец, сцена боя, где Урия падает с коня своего и погибает. И вот такое, ну, как бы развитие событий, оно повторяется на некоторых произведениях из средних веков и нового времени, и ключевой момент это Урия на коленях, Давид на троне. То есть момент передачи письма. То есть здесь вот, возвращаясь к Ластману, он ничего радикально нового не придумал, да, он повторяет то, что было до него Урия на коленях, как верный вассал, Давид, как его сюзерен, который должен тоже быть ему верным, он его предает сединотроне. Причем здесь еще вот я выделила, здесь любопытный такой вот есть момент, в картине Ластмана на фоне чего находится Урия, вот это вот строение, да, пейзажное, оно выделено, здесь больше ничего нету, никакого пейзажа, да, не то, что какой-то пейзаж, который простирается за стенами всех, но только Урия, он на фоне вот такого пролета, и там есть купол, и есть колонна. Это, очевидно, отсылка к римскому пейзажу, какая-то античная колонна, и купол собора Святого Петра в Риме. И это не случайно. 1619 год, это когда Нидерланды борются все еще с Испанией за свою независимость. И католики в Нидерландах, они не то, чтобы как бы изгоняются, но им уже запрещено занимать государственные должности, и им запрещено вот эти вот свои религиозные картины или распятия выставлять на показ. То есть нельзя где-нибудь у себя, там, скажем, дома, внутри ты можешь хранить, но ни в каких общественных помещениях, ни в каких парадных комнатах своего дома ты не можешь этого делать. И мы знаем, что Питер Лассман был католиком, во-первых, сам, во-вторых, скорее всего, он эту картину создал по заказу какого-то католика, которому, а, было приятно видеть купол Святого Петра как признак своего, так сказать, своей связи с Папой Римским, своей покорности Папе Римскому, и, б, здесь, на этой картине, он связывается, вот эта верность, концепция верности связывает Урию и приверженность к католицизму. То есть, так же, как Урия был верен даже до смерти, так же, и, значит, и заказчик подтверждает этой картиной то, что он будет верен к католицизму до смерти. Ну, скорее всего, да, это такая гипотеза, гипотеза, но, в общем-то, она очень уж ясная здесь. если посмотреть, то получается, что тут у нас некоторое царство женщин, ну, если не считать Давида и Купидона, тут, значит, вот эти вот три женщины, молодая и старая, а здесь все, в общем-то, мужчины, и это два мира, собственно говоря, мужской и женский, и они не соприкасаются на картинах Ластмана. И интересно, что это очень совпадает с рассказом библейским, где Версавия не принимает участия в решении своей судьбы вообще. Более того, к ней относятся как к собственности. Урия ведь относится к ней как к собственности. Мы сочувствуем ему, и, конечно, это понятно, это правильно, потому что он был предан, он был послан тем, кому он доверял, безусловно, на верную смерть, и он как бы не совершил ничего дурного при этом, это честный человек, хороший воин, но в полном согласии с тем, как было принято в его время, он относится к своей жене не как к человеку, а к тому, что ему принадлежит. Ведь говорится, что он не пошел туда, что он говорит Давиду, почему он не пошел. То есть жена и наслаждение, так сказать, которое он может с ней испытать, оно стоит в одном ряду с тем, чтобы есть что-то вкусное, пить что-то приятное, то есть какое-то удобство, которое она предоставляет. Это не живой человек, к которому, значит, можно прийти, который обрадуется, его увидит, то есть это не предусматривается. То есть как бы что-то рассказать ей, утешить ее, поговорить, этого нету здесь, да, это совершенно такая архаическая концепция. И в этом смысле царь Давид тоже так же поступает. Он берет Версавию, и грех, который по библейскими представлениям он совершает, главным образом состоит в том, что он взял чужую собственность. И это раскрывается потом в продолжении. Вот мы уже слышали, что она, Версавия, стала женой Давида, а потом приходит к Давиду пророк Нафан. И Нафан рассказывает ему такую притчу. В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его наела, из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник. И тот пожалел взять из своих овец или валов, чтобы приготовить обед для останника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, жив Господь, достоин смерти человека, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, и за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду, ты тут человек. И до Давида наконец доходит. То есть, как бы, то, что он совершил прелюбнение, для него ничто. То, что он взял чужую собственность, вот это для него понятно. То, что, как бы, женщина тоже человек, это, когда все-таки выше его понимания. А то, что она принадлежит другому, это понятно. Вот. И, да, это, как бы, такие вот два мира. В одном мире он соблазняет Версавию, у него там с ней какой-то брак. В другом мире он как-то вместе с Урией, у него другие совершенно отношения, они более важные по библейскому тексту. И, как бы то ни было, вот Ласман, он это хорошо отобразил. И, значит, напоследок я хочу показать два совершенно уже необычных истолкований, да, бывают какие-то произведения, которые выпадают из общих тенденций совершенно, мы видели вот эти символические, мы видели моральные, мы видели психологические уже изображения, но есть какие-то очень странные. Например, это часть цикла фресок Чекино дель Сальвиати, которую он сделал в палаце Ричи Сакетти в Риме, это тоже середина 16 века. И что здесь происходит? Это тоже история Версавии и Давида. И мы видим, прежде всего бросается почти спиральная лестница в глаза, и по этой лестнице поднимается фигура, и это одна и та же фигура, на самом деле, да, просто на разных ступень, на разных этапах подъема. Это Версавия. Раз, Версавия два, Версавия три, и, наконец, она попадает внутрь, и там две фигуры, вот так немножечко затуманены, но они сплетены в объятиях. Царь Давид и Версавия. То есть, то, что мы видели у Рембрандта в какой-то смысле смыкается. У Рембрандта мы видели Версавию в момент этих тягостных раздумий, о том, как она должна поступить. А у Сальвиати мы видим движение к тому, что должно совершиться. и это очень необычно. Конечно, всегда можно сказать, что прежде всего его интересовало какое-то изображение архитектурных деталей. Действительно, архитектура здесь играет важную роль. Но интересно, что появляется ощущение динамики происходящего. Не так, как в тех средневековых изображениях, где мы видели, где это как такой моментальный снимок, но здесь это своего рода кино. То есть, напряжение нарастает с каждым этим этапом подъема. Вот здесь она к нам спиной, тут она оборачивается на самом верху, она уже решительно входит туда и назад. Возврата нет. То есть, все вот эти этапы Сальвиати здесь показал. И дальше у него, кстати, на заднем плане тоже, видимо, Рим. Плохо видно. И самое странное изображение, темновато, к сожалению, у Ильяма Блейка, которая, скажем так, хорошо иллюстрирует тот факт, что эта история про Давида и Версавию, она не только некрасивая, но она еще очень оптимистичная история. И мы сейчас посмотрим, почему. Уильям Блейк, как вы знаете, это был художник мистического толка. Причем, мистика его, она как-то выливалась за рамки англиканской церкви, к которой он формально принадлежал. И в сущности он придерживался какой-то собственной религии, у которой не было догматов, но он ее некоторые какие-то моменты отобразил в своих стихах и в своих изображениях. то, что мы видим, это иллюстрация к Библии из цикла, который Уильям Блейк в 1799 году создал по заказу одного из таких издателей лондонских, и там сотни иллюстраций. И он изображает вот Давида и Версавио, это самое странное изображение этой сцены, которую можно только себе представить. Здесь есть уже знаком нам персонажи царь Давид. Вот здесь вот, вот Версавия, которая обнаженная сидит на берегу какого-то водоема. Но при этом в центре между Версавией и Давидом оказывается еще одна женская фигура с двумя детьми, из которых один к нам повернут спиной, а другой повернут к нам лицом. И эта женская фигура их обнимает. Что вообще здесь происходит с точностью сказать, невозможно, потому что Блейк не оставил нам каких-то записей, которые могли бы это прояснить. Ученые спорят, как говорится. То есть кто-то высказывает предположение, что вот эта женская фигура это изображение такой аллегории материнства. И Блейк хотел подчеркнуть, что Версавия прежде всего мать. Кто-то видит в ней одну из мистических женских фигур, уже не библейских, которые присутствуют в поэзии самого Блейка. Но я думаю, что на самом деле это Версавия дважды изображенная. Потому что что мы читаем в Библии потом, после всей этой истории? Когда Давид уже поговорил с Нафаном, понял, что он совершил плохое дело, он стал раскаиваться, и Бог устами Нафана говорит, что Господь снял с тебя грех твой за покаяние, ты не умрешь. Но так как ты этим делом подал повод врагам Господу хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И действительно, вот помните, Версавия говорила, что я беременна, и тот ребенок, который рождается, он умирает. И тут там душеродирающее описание, как Давид лежит, не ест, не пьет, и молится Богу, прося его, чтобы ребенок не умирал, но ребенок все равно умирает. И после этого Давид встает, одевается, ест хлеб, слуги ему говорят, а как же вот так вот, почему ты больше так не переживаешь. Он говорит, ну да, коли дитя было живо, я постился и плакал, и подумал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь она умерла, зачем же мне поститься, разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Дальше вся эта история заканчивается одним оптимистическим стихом. И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его. Вся эта история с грехами, со смертью ребенка, она заканчивается тем, что рождается Соломон, которого Господь возлюбил, Соломон, который построил храм. Более того, Соломон, который был одним из предков Иисуса Христа. И Версавия, вот эта вот греховная женщина, которую мы видели, она в евангельском родословии перечисляется. В одном из евангелий синаптических идет длинное перечисление предков Христа. Там только четыре женщины, и одна из них Версавия. Правда, она не называется по имени, она называется так, бывшая за Урией. То есть, как бы, имя у нее отнято, ну, в общем, понятно, кто имеется в виду. То есть, из Дурного появляется хорошее. И тут, я думаю, Блейка, собственно говоря, вот эта Версавия, она изображена с этими своими двумя детьми. Одним умершим, который к нам спиной, и одним, тем, кто остался жить, Соломоном, и который обращен к нам лицом. И вот это вот такое оптимистическое видение ситуации, которое для Блейка было характерно, потому что у него соединяются очень такими широкими мазками прошлое, будущее. Ну, в данном случае это продолжение средневекового понимания ситуации тоже. Вы знаете, что в средние века было вообще такое выражение Феликс Кульпа «счастливый грех», что если бы Адам и Ева не согрешили, то и Христос не пришел бы к нам потом. То есть, ну да, вот как бы было плохо, но из плохого получилось хорошее. Да, Давид очень плохо поступил, но зато потом у него от Версавия родился Соломон и как бы построил храмы и, в общем, дальше потом вся история священная, она разворачивалась так, как разворачивалась и появился Иисус. А без этого, может быть, не появился бы. И все наши поступки, да, все, все то плохое, что мы можем совершить, на самом деле оно может быть благодаря божественному вмешательству как-то сглажено и может быть приведено в конце концов к какому-то счастливому концу. И об этом, да, это картина Блэйка, которую мы видим. И на этой оптимистической ноте я хочу завершить свое вот это небольшое иконографическое исследование темы Версавии и Давида в западноевропейском искусстве. Спасибо вам большое и если есть какие-то вопросы, я буду рада ответить. Давайте поблагодарим Дишат Карман. Поднимайте руки, я к вам подойду вместе с микрофоном. У меня вот такой вопрос насчет того, что, если я не ошибаюсь, там еще была речь о том, что Давид понес как бы четыре наказания за свой грех и там на самом деле не все так оптимистически. То есть помимо смерти смерти сына первого, там еще в общем вот ты как-то когда ну об этом читаешь в общем очень как-то это уже начинает напоминать скорее историю Иова. Да. И потом самого же Давида поражает по-моему язва. В общем там что-то очень получается сурово. вот поэтому насчет вот оптимизма как-то ну да, но это же оптимизм такой с далеким заходом. Естественно, вы совершенно правы. Там был и мор и язва и Давид там торговался с Богом и говорил, что лучше меня порази, а не народ мой и Бог ему что-то отвечал. Тут еще важная идея связи ну для автора библейского текста насколько я понимаю это связи грехов правителя и ответственности его с тем в каком ну как бы что происходит с его народом. Вот. И она как бы отдельно потом рассказывается то есть там же как бы частями да, то есть вот есть часть его личной истории и она заканчивается оптимистично рождением Соломона а вот эта вот часть куда входит уже и отношение с народом да, и ответственности народу за его грехи она дальше идет. то есть они как бы разнесены на самом деле в тексте вот и их можно читать отдельно в каком-то смысле и более того они никогда не иллюстрируются вы знаете да, вот что самое интересное как бы часто история Версавии и Давида я этого не сказала но вот в часословах ведь Псалмы они разделяются еще тоже на категории есть так называемые покаянные Псалмы и часто именно в начале этих покаянных Псалмов изображены Версавия и Давид то есть это как-то должно еще настраивать человека на такой вот лад что вот он совершил грех так же как царь Давид и вот он значит так же кается так еще руки немножечко частный вопрос в Библии в картинках для короля там голубенькая там в сцене где они в постели лежат что-то вроде меча это тоже давайте посмотрим а сейчас так где у нас вот тут вот это не меч вы имеете ввиду вот это да это свеча да это подсвечник и свеча ну в спальне должно быть освещение какое-нибудь извините извините пожалуйста а вот на протяжении веков да как бы история не развивалась в картинах художников я так понимаю что этого парня это Урию совсем никому не жалко то есть это не его история просто то есть Давид и Версавия там все понятно дети Соломон все здорово хорошая перспектива и вообще славно все получилось а вот человека подставили грохнули и в общем никто про него не вспоминает доброго слова как никто не вспоминает вон целая глава про него написана и он нет нет мне кажется его как бы там очень очень жалко и вот эта вот история то что она такая лаконичная я например всегда когда читаю что вот этого Урию Хитиянина поставь на опасное место то всегда сердце сжимается на самом деле ну там в тексте много разного есть еще любопытный момент то есть скажем как это все настолько жизненное что вот это вот я не стала читать но там есть дальше кусочек что Урия погиб и вообще много народу погибло и этот Эаф он посылает Гонса и говорит ну пойди расскажи вот царю Давиду то-то и то-то а если он станет и говорит а зачем вы это сделали а почему так много народу погибло ты ему скажи и раб твой Урия Хитиянин тоже погиб и действительно Давид там возмущается тактикой и стратегией тот вставляет про Урию и Давид замолкает потому что он понимает что он виноват и это вот какая-то вот такая вот манипулятивная техника сюда же вставлена в этот кусок то есть понятно что Урия он становится действительно ну вот как бы вот такой пешкой да в какой-то игре в каком-то смысле но его жалко читателю вам же жалко его наверное и мне тоже жалко наверное имелось в виду то что почему его не как бы его историю иконография дальше не изображает так потому что потому что это не так интересно есть какие-то вещи которые визуально просто более интересные как можно изобразить историю вот когда мы текст читаем это интересно да про него но если мы изображаем то же самое то получается просто набор сцен и они не так интересны а Версавию можно изобразить так что в общем все понятно будет вот у меня тоже вопрос вот вот в начале лекции вы сказали то что монахи трактовали вот Версавию Давида как брак между церквью и богом и вот и Христом да Христом здесь и какое здесь место Урия занимает то есть тоже вот задавались ли монахи таким вопросом да никакого Урия там вообще что-то не упоминается но я думаю что ну может быть да может быть есть комментарии где он упоминается я могу предположить что раз он хитиянин то он значит как бы как язычник воспринимался да что вот что-нибудь такое спасибо вам большое за лекцию и вопрос такой вот в эпоху средневековья про Саравию мы как-то в Версавию мы как-то забываем то есть у нас в центре повествования Давид он основной герой а в Ренессанс у нас уже воплощение греха женщина когда-нибудь у нас будет осознание того что она жертва она ну разве она могла отказать то есть хоть как-то как бы сам царь позвал словно она могла да это интересно конечно она не могла то есть ясно что у нее на самом деле несмотря на то что мы видим она отказать не могла ну как это возможно и до сих пор тоже естественно как бы если мы посмотрим то куча историй да когда женщина там к чему-то вынуждают и на работе и так далее потом говорят ну а чего там ты молчала почему ты ничего не сказала ну потому что невозможно потому что ты находишься в такой ситуации когда если ты что-нибудь скажешь то ты можешь потерять работу карьеру и так далее ну вот а тут даже и жизнь наверное можешь потерять так что я кстати когда готовилась я думала что может быть есть какие-нибудь современные изображения Версавии интересные которые с другой точки зрения это трактуют но вот ничего на удивление не нашла к сожалению с такой с феминистической точки зрения да тоже можно было посмотреть но нету ну да вот кстати я читал такую версию что эти Версавии тоже специально купалась она знала что царь ее будет видеть да ну вот откуда такая версия да понимаете в Библии же ничего не сказано то есть скорее всего он ходил по кровле она была видимо где-то в саду у себя вот и совершал это омовение потому что миквы они часто были ну скажем так ну отдельно от здания это же не где-то в подвале в помещении не у себя в доме это отдельно с текучей водой да нужно было чтобы это была текучая вода то есть как бы она не рассчитывала на то что сверху ее кто-то увидит то есть вот эти вот трактовки которые мы видели что она как бы нарочито как-то вот себя выставляет на показ они конечно не имеют отношения ни к библейскому тексту ни к возможным вот этим а может и Иурия как раз подставит это интересный вариант он же был на войне как это возможно ну вообще-то честно говоря знаете я должен сказать несмотря на все эти трактовки история довольно паскудная честно говоря ну да вот пророк Натана с вами согласен я как бы не торректовалась ну я не знаю честно говоря у меня после ну отношения и к Соломону и к Давиду не очень я про Урию я Урию в смысле не про Урию а про Версавию ну да вообще молчу вот а про них не очень но тут же еще история про то что человек может совершить ошибку и даже очень дурной поступок но потом раскается это же очень важная вещь да но это не ошибка понимаете если бы это была ошибка это грех он может совершить грех да и раскается почему бы это был сознательный грех ну вот понимаете а может и не раскается понимаете но Давид раскаялся и был наказан а раскаялся только когда ему указал пророк ну он сам да недалекий видно был человек царь Давид военный из пастухов в конце концов и все-таки же тут у вас вопрос стоит как читать историю Версавии и Давиду в эпоху когда кардинально поменялись наши представления в отношениях между полами то есть вы считаете что сейчас кардинально поменялись отношения они кардинально меняются да то есть меняются или поменялись ну наверное я не очень хорошо выразился я думаю что мы в процессе конечно этих перемен да то есть как читать ну это открытый вопрос да то есть я же не могу сказать что надо читать так-то и так-то я показываю как это было да чтобы мы видели что на самом деле все зависит от эпохи все зависит от того кто смотрит то есть мы можем видеть в этом просто аллегорию какой-то высокого богословского можем видеть историю о падении нравственности у женщин можем видеть историю как у блэйка с каким-то оптимистическим концом вот сейчас ну я бы сказала да это история о том для меня да когда я смотрю вижу что эта история о том как значение греха царя давида преуменьшалась на самом деле вот то есть как бы для меня важно посмотреть на это с точки зрения женщины именно они мужчины ну как бы я не знаю мужчин по-другому видим и здесь вы же так и чуть-чуть затронули этот момент но хотелось бы еще уточнить дело в том что тут не только отношение полов здесь еще проклятый национальный вопрос интересная сове хитиянка а вот такая версия неизвестно хитиянка она или нет не сказано опять же есть версия что даже самое имя и и она же не израильская не иврит но да у нас я кстати не знаю откуда взялось в русском вот это версавия да она же бат шва вот и не за что такое шва на это бат это дочь но бата разве не дочь но дочь обета точь обета да и почему это не не израильтянской опять же просто читала еще есть такие версии что это переосмысление имени именно как бы детского имени которого нет даже не перевод а уже именно на семантики на каких-то реалиях именно израиля переосмысление немножко но поскольку она жена все-таки хитта скуду скорее всего нахи тоже тиянка и вот как бы нацмещение меньшинством с которым можно и не церемониться то есть урию за борт но я бы искала что он с ней совсем не церемонился взял ее в жены в итоге мог бы да мог бы и в наложнице просто но взял в жены так что но но это интересно да я думаю что это скорее вопрос к библеистам о происхождении имени вот этого бат шва я тут не обладаю нужной квалификации к сожалению чтобы с лингвистической точки зрения обсуждать единственное что можно сказать что все таки а ее национальности даже не сказано если аурии говорится то а ее но даже не упоминается настолько это неважно в конце концов но урия да да урия хитиянин да вот насколько часто обсуждается в принципе поведение дальнейшее вирсавии потому что то что я сам читал из открытых источников говорится то что она была любимой женой давида и она вела себя дальше как верная жена и прочее то есть она так приняла свою судьбу и так ну то есть как является ли ее поведение каким-то поводом для обсуждений в так сказать этой истории ну дальше вирсавия возникает в библии в таком значимый момент еще один раз когда давид уже при смерти он болен и она возникает в тексте своей материнской уже роли то есть она хочет как бы гарантировать что соломон дальше станет царем она просит об этом давида то есть она ведет себя как хорошая мать это все что в общем можно сказать дальше о ней так что скорее да скорее позитивно оценивается ее поведение значит и спасибо за интересный рассказ а вопрос будет такой довольно часто библейские истории получали свое отображение но такой несколько искаженные изменены но и в коране потому что он там историю про грехопадение адама там это она получила отображение через ангела иблиса в коране но вот вопрос возникает такой а получил ли свое отображение ты история в коране вот вирсави и давида ну вдруг вы можете этот момент прокомментировать что это не совсем ваше представляете интересный вопрос я никогда не встречала к сожалению но я просто не знаю да я не могу сказать единственно что часто вот как бы бывают какие-то истории которых известно очень хорошо они везде перечисляются но вот видимо история вирсави и давида как-то не входит или не входит в число самых популярных ильев вообще в коране нет надо посмотреть спасибо за вопрос